Ну что же, друзья, в очередной раз здравствуйте. Конечно же, студия Старладрих по моему эфире. Тафа де Денджелу микрофона. И на очереди финальный Ирангель онлайн-части. Последний шанс командам, которые чувствуют себя идеально на Ирангеле, откатать свою лучшую катку. Ну ладно, может, очень повезет на Миромаре, друзья. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Там, я думаю, очень интересные цифры. Там жаркая ситуация для некоторых команд. На самом деле, команды, претендующие на хорошую позицию, почему-то пока не взбираются высоко. Но давайте пока пройдемся по лидерам. Топ-6 таблицы. Киткат, Севены, Автеральт, Посейдоны, Токсики и Альпачинки. Остальные остаются пока где-то там позади. Ну вот рядышком Милки Вэй, Фисташки, недалеко Юники, Фарзы, Art of Kill. Все это в пределах, не знаю, 70 очков. Поэтому тут очень легко зацепить, легко вот сейчас один сыгранный матч и уже это топ-6. Да, один матч все меняет. Но вот тут же такая ситуация, да, вот сейчас тебе не хватит, потом тебе не хватит 20 поинтов. И вот эти вот 20 поинтов, которых тебе не хватает сейчас, не хватает потом, они могут и не появиться. И они ниоткуда и не появятся. Нужно сейчас что-то предпринять. Как-то кардинально сломить игру в свою пользу. Итак, самолет с юга на север, друзья. Ну, где-то по центру идет линия. В принципе, опять же, без проблем доберутся все куда нужно. Вопрос, куда уйдет зона. Была сосновка в первом матче. Сейчас, скорее всего, многие предполагают, что будет верхняя зона. И, возможно, побольше команд мы увидим в верхней части. Я предполагаю, что будет со стороны госпиталей Жорджика зона. Вчера была такая одна очень интересная. Больше скажу. Еще неделю до этого была такая же ситуация. Я почему-то вот уверен. Ты нашел какую-то закономерность? Подожди, нашел, да, хорошо. Я нашел. Я узнал, какая будет зона, друзья. Сейчас будет зона на западной стороне карты. Я узнал заранее, да. Ну, окей. Потому что давненько мы не видели там что-то вокруг ясной поляны. Да, в принципе, сейчас посмотрим. Опа, все, ага. А теперь думайте, откуда я знаю. Как так вообще? Да там мы смотрели интересный видосик один. Клип просто смотрели. И там нам в клипе сказали, что будет западная зона, все нормально. Ну, хорошо. Ну, давайте посмотрим, друзья. Итак, Дэнджел прованговал нам зону как раз ниже Георгополя, вокруг Гадки. Кстати, вот не факт, что как раз где-то возле Георгополя будет, возможно, вот поле Гадки будет как раз какая-нибудь хорошая адская финалочка. Давай лучше будет возле Жоржика, чем в поле Гадки. Я не люблю поле Гадки. Это худшая зона. Нет, худшее это вообще вот это вот поле, которое там чуть ниже и правее под починками. Вот это вообще максимальный ужас. А ладно, замечательные каналы, почему бы и нет, там интересные кемпинги рядышком. Интересно, можно поползать, интересная пшеница растет, да? Почему бы и нет. Итак, друзья, начинаем. Кстати, где еще два игрока, что происходит? Да, вон там кто-то уже выше, я вижу. Да, там Дабум уже лутает, Ток находится в Призоне. А вот Зеранг вместе с Бланком только-только подтягиваются. Да, я не про это, я про то, что 62 нам показывают. Вот на карте, кто у нас тогда, помнишь, не зашел? Давай вспомним в прошлую ситуацию, попытаемся вернуться, кто у нас. Я вот смотрю быстренько список игроков и пытаюсь вспомнить, кого же нам тогда не хватило одного на первой карте. И не могу вспомнить, вот честно, не припоминаю я почему-то. А, у Капра Дием не было, да? Ну, да. У Капра Дием кого-то не было одного. Давай мы сейчас так вот, пока нам переключают разные споты, попытаемся тоже задетектить. Пятый скват обдорожить и... Так, тринадцатый к своей все, севены все, десятый это Аль Пачинки, также фулл состав. Седьмая команда. Посейдоны. Вот пока трое, да, у Посейдонов пока три. Где четвертый? Вон дальше, видишь, он на малом кемпе. На месте. Так, одиннадцатая команда. Это Милки Вэй. Пока два на карте и на экране. Три далеке у нас получается, если полицейский участок учитывать. Тут три и мини-карту. Здесь фулл состав, автор альт мы видели, они там сплетанулись. Липовка возле меншина часть. И кто-то находится у нас на Призане. Зеронг на ВСС, окей. Ну все, команд все меньше и меньше. Сейчас мы найдем. Сейчас мы узнаем, выявим. Кто же эти люди? Так, четырнадцатые. Токсики. Токсики, да. Токсики три. Пока трое. Так, то есть пока у нас Токсик под вопросом. Кто-то должен быть там из Токсиков. Фарзи фулл состав, последний игрок находится на госпитале. Кстати, зона опять же у них очень хорошая, могут сейчас отлично отыграть. Да, им вчера везло, кстати. Через Южную Георгополь, да, и они вроде бы там неплохо отыграли. Там то ли не Топ-3, по-моему, или Топ-6 отыграли тогда. Да, неплохо разыграли, в Топ зашли тогда. Хотя могли вроде бы еще получше. Ну ладно, посмотрим, что здесь. Ну, в принципе, Фисташкин, Репная здесь частенько мы видим. Фисташкин тоже фулл-скват. Всех мы только что увидели на экране. Все меньше и меньше претензий. Да, есть по-прежнему две команды, которые пока не фулл. Гульбашек, Лирга мы видим. Сая и Хага еще вот все-таки нужно обнаружить нам на карте. Все, все, все тоже. Что ж такое, да. Ну, вот все, возвращаемся у нас, значит, к ситуации к Посейдон. Ну, Посейдона я последнего не увидел. Где-то там он. Альпачинки, футстал, тут все в порядке. Ну, и Альпачинки вообще тут спокойно лутают. Северный, причем выход в зону будет тоже нормальный. Там хоть и много команд упало в сторону Джорджика, но по-прежнему дорога на Джорджиполь свободна. Ну, если что, я вам не знаю. Наш режиссер не подсказывает вообще, что там делает Большаков. А ну, узнай-то вообще, кого нет вообще. Кто не прогрузился? Он слушает теперь музыку, которую я показал. Ты ему посоветовал? Я его посоветовал, да, тут всем. Божественную музыку, ну, окей. Да, именно так. Хорошо. Так, Дабум. Ну, окей, с Дабумом все понятно. Мэншин. Отличный лут должен быть. Сейчас нам поближе покажут игрока. Увидим, что там второй шлем, второй армор, судя по всему. Опа, первый контакт на карте Димеш. Странается прострелить по Айфил Гуду. Тут переворачиваются. Неужели у него вновь проблемы будут в самом начале? Вроде бы встал на колеса. Поехал дальше. Окей, повезло. Ну, знаешь, такой 360, две бочки, да, и поехал вперед. Так, Кемба, если что, там был в помощь Димешу, но БТР. Опять же, игрок уехал. Кадоузи приезжает. Опять же, за спиной также есть тиммейт. Ну и что? Нет, лут продолжается. Пока ничего, кроме тачек и лута, мы здесь не увидим. Ну, собираются уже вместе, да, будут какие-то тайминги. Сейчас придумывать себе, как выходить через мост, будет ли кто-то закрывать их. А Грек уже на горе. Он дроп искал? Да, он искал дроп, но, видишь, вот со стороны горы не задетектил. А вот она коробка, друзья. Или он просто поскатился вниз, и он хотел объехать? Нет, 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 он как раз сюда и упал. Он пытался с горы зачекать, но не увидел до конца, видишь, не зачекал точно. Расположение издалека решил, возможно, пока дроп летит, поехать. И вот там в листве потерял. Часки уже переехали, да, разведчик, по крайней мере, мы видим. А тут еще и гифты рядышком с киткатом. И хиги еще рядом подтягиваются. На киткат посмотрим, потому что парни пока перемещаются, ну, просто идеально, хорошие тайминги выбирают. И, знаете, ну, судя по всему, и сейчас у них тоже будет все хорошо. Десятый склад уже поехал. Это Альпачинки. Опять же, непонятно, что там с дропом. Ну, Жан, вообще, Крабик и Мумено. А сейчас там Альпачинки заберут. На свои позиции, на позиции команды Авангара. Ой, там Альф вкатывает. Вот Альф вкатывает сейчас на Грега. Причем Магистр вместе с ним. И, по идее, Дрим. Только Сет почему-то поехал в другую. Хотя разворачиваются. У Альфа пошли прострелы. Мы видим, пока по карте еще интересного. Фарзов, кстати, обстреливает Филгуд. Показывает, что в этом кемпе уже сидят. Сюда не нужно, ребята. И Фарзы, скорее всего, вот куда Кисик едет. Там чуть левее находится кемпик, возможно. А там сейчас Сет вновь стрянет. Там и остановится. Сет увидит фолт, лейзи, Гришка. Гришка только прыгнул в машину. Сет развернулся так же. Уехал отсюда подальше. Грег уже работает с горки. Ему на помощь приехал Крабик. Должны, должны уже потихонечку перемещаться. Севен и Спорт сюда под горку. К своему разведчику видят одиннадцатый сквад. Но, по идее, ничего не смогут сделать. Милки Вэй, ребята должны спокойно проехать. Вопрос, куда. Жан просто попрямую влетает на горку. Все. Севен и Спорт все вместе. Ну, и тут так же шестнадцатые киткаты переезжают. Хоть там вроде бы был только момент, где они могут в контакт с соперниками. Но ни те, ни другие не решили на какие-то активные действия. Вот, кстати, интересная ситуация здесь. У команды Милки Вэй, они решили далеко не заезжать. Возможно, похалдят. Сейчас дождутся следующий прок. И тогда какие-то активные уже действия пойдут. По краешку, по споске. Верят в то, что речка будет оставаться еще как-то в зоне. Ну, руины не самые. Тем более, вот, желтые дома. На руинах это не самая лучшая позиция. Ну, желтые дома там уже занимает команда Вега. С другой стороны, руин. Да. В общем-то, да, ребята, наверное, там будут пока что пережидать несколько кругов. Ну, а у нас еще смещение нескольких коллективов. Там с южной части карты. Там юники, киткаты. Обратите внимание на Афтеральт. Там же Димаш и Сеня находятся вдвоем. Ну, и давайте посмотрим, что там с Афтеральт. Очень поздний тайминг. Они прям по дальнему-дальнему маршруту пытаются обойти. Проезжают сейчас в Ясные Поляны и будут позже всех в зоне. Так, киткат. Нет, ничего, спокойно. Так, а вот та ситуация, которую мы обсуждали вчера, когда несколько команд встречаются на горе. Фарзы, они даже не дочекали горку, а начали уже стрелять по седьмому скваду, друзья, по Посейдонам. И сейчас я классно слышал, ну, прекрасно слышал Грэг. А здесь Мурино, Дельжвейс и Крабик был. Там вся команда была. Вся пачка. Но они уходят, посмотрите, почему. Все-таки решили, что не стоит. Все, уже Грэг воюет. Грэг воюет. Но Грэг, смотри, наваливают. С другой стороны слева там кто-то простреливает. Да-да, где-то перед Гадкой там кто-то им попадает. Это Посейдона. А, по-моему, это не седьмой даже сквад был. Нет, это Посейдона. Посейдона были. И тех и тех заметили. Посейдона, и Фарзов, и Севен, и Спорт. Сейчас Фарзы видели, что по горке стреляли чуть дальше их расположения. Поэтому уже подозревают, что здесь кто-то тоже может быть. Так, Кураж. Кураж. Наверное, здесь и остаются до конца. Ой, вампир сбивает своего. Хотя нет, надо проезжать. Там какие-то у Веги снова приключения. Своего вот этот раз нокнули. А как так они же... Они же здесь были в кимпе. Как можно... Ну, как-то машину прятали, вовнутрь поставили. Случайно выскочили. Случайно друга задавил. Не, ну или случайно задавил, или случайно выскочил там из дома прямо перед колесами. Ну, минус УАЗик точно. Будковый... Ну, нет, нормально. С другой стороны никого нет, поэтому все отлично. Вроде бы его не напрягут. Юники довольно, опять же, агрессивно сейчас со своей позиции отработали. Ну, дальняя позиция. Едет пушить, что ли? Да нет, не может быть. Не верю. Вот мы видим далеке смещаются Юники на тачке. Если что, зона в другой стороне. Они, наверное, пойдут пушить. Или объезжать будут его. Что-то придумали. Сейчас узнаем. Бульбаши пока подхиливается. Тем временем у нас токсики собираются возле гадки. В центр заехали. Гришка пауэр. Они просто влетели в гадку. Здесь все. Токсики отжали себе эту позицию. Золтерсон окнули. Да, Гришка с горы отработал по седьмым как раз по Сейдонам, которые стреляли вот до этого. И по Севенам. И поменьше надо своим лицом. И по Фарзам. Светить. Перед окнами, опять же. Причем как-то, ну, начало игры вот лишние такие перестрелки не нужны. Не имеет смысла вообще никакого вот эта вот ситуация с перестрелками. Такую дальнюю дистанцию. Ну, топнешь ты горку и что? Ну, прочекать, ладно, да. Но стоять, перестреливаться, ну, это не какой-то крайней необходимости. Причем все об этом знают. Ну, всегда такая ситуация возникает. Да, и всегда перестреливается. Ну, ничего не сделать с этим. Ну, что, каналы. Здесь, кстати, разделены 2-1-1. И тут сейчас будет такая драка, друзья. Киткаты. Так, а у нас кого-то не хватает, я вижу. Все. Все, все. Ну, играют просто 2-1-1. Сеня, Сеня в канале сидит. А, он еще правее. Он прям перед Киткат сидит. Там мега сплит. Они сейчас либо и... Ну, нужно что-то решать, потому что вот так вот ждать концовки, но нет смысла, потому что будут все разделены. Нужно просто все... Ну, ты правильно сказал, что тут остается только ждать концовку, если вот так и будут играть. Да надо взять и впушить сейчас 16-й сквад. Попробовать со всех сторон. Не тот тайминг. Смотри, зона смещается просто сейчас. Сейчас нужно действовать. А тут они вот... И нужно выезжать. Жоржик, Жоржик. Все, прочитано как бы заранее было, видишь. Госпиталь. Ну, вот пока что Альбачинки у них классная позиция. Кемпинг там вроде дорогу. Они могут на госпиталь уходить сейчас и дальше, уходить выше. Или удерживать по-прежнему эту позицию. Почему бы и нет? Очень хорошие два кемпа. Правда, собраться бы вместе хотелось. Так, Сеня делает. Все, все, все. Подловили. Тут по ногу можно разобрать китката полностью. Киткат. Так и нашли. Сеня забирает. Уже. Видел второго. Бабуна увидели бабушка. Это минус колеса. И Сеня должен забирать вместе с тиммейтами и идти пушить следующего игрока. Так и пытаются, да, зажать Сеня. Бабуншки рядышком проезжает. Енотик слышит эти выстрелы. Понятное дело пойдет чуть тяжелее. И это боль. Долетит ли ХЕшечка? Долетит. Нет? Нет, не долетает. А вот другая ХЕшечка от Таба перелетает. Так, Бабуншки очень мало кп остается. Таб будет пикать. Право-лево выходит Бабуншки. Минус один. Отличная работа в Невергива. Правда, потеряны тайминги для дальнейших действий. Вот в этом-то минус. Килы не только. Ладно, еще страшно. Потеряли этот секундочек 30. Но самое главное, никого не потеряли, да, вроде бы, в этой разборке. Да-да-да. Там Таб, у Сеня все здесь. Кем он? Ну, где-то Димеш. Ну, Димеш, наверное, уже поехал занимать спот. Я так понимаю. Не вижу я Диму. Что у нас там? Сай перетягивается. Там вся команда, кстати. Они к Альфачинкам едут сейчас. На самом деле, там могут пострадать сейчас ребята. Но посмотрим, чем все закончится. Продолжают здесь удерживать домики под горкой. А Севены ушли с горы? Да, Севены уже в близнецах. Неплохая позиция. Жесткий хиттер, отрабатывающий. Вчера эти дома зарешали. Ну, такая была схожая зона. И близнецы там сработали неплохо. Севены думали, что будет три ангара в финалочке. Но они немножко смустились. Мы здесь ним сам. Севены неплохо настреливают по Бульбашику. Мало КП у Бульбашика. Баньшон, он остается добить. Нужно его минус Бульбашик. Крабик его нокает. Но и тут же, скорее всего, его никак уже не спасут. Не подымут. Уже пошли добивать Бульбашика. Кивей, если что помогут. С другой стороны, в общем-то, шансов выжить практически нет. Джасик своим должен спокойно, по идее, доехать. Да, он увидел, что смоки раскрыты. Чуть-чуть дальше даже завернул. Падает дроп. Где-то там вдалеке, в сторону госпиталя. И подтягиваются, наконец-то, автеральт. Их долгий путь закончен. Они въехали в хороший кемп. Очень повезло. Воин на госпитале. Поэтому тут нужно, может быть, определиться. Либо будут со следующей зоной окончательно определяться с кемпом. Попытаются 2 плюс 2 сыграть в этой ситуации. Кто на контейнерах там у нас, я смотрю, получает? Мелки Вэй почему-то решили выехать, бросить контейнеры. Сейчас могут пострадать все. Но вроде бы вот под горку въехать двое. Там должен быть какой-то сейф или нет. Это соло. Очень агрессивно стреляли севены. Ну и на гром, потому что опасная ситуация. Фарзы там выцеливают и севенов, и всех, кто там находится возле контейнеров. По идее, вот о фарзах уже многие команды знают. Потому что фарзы уже и ноки делали, и активно там стреляли. А, смотри, Сай остается один в центре на вышке. Так, дроп. Аук. А почему он один? От него приехали. Посмотри, там к Саю приезжают. К Саю приехали двое, но Сай, скорее всего, не выживает. Да, это минус Сай. Но Фосфорд делает этот минус. Плюс кельчик для себя лично. И, конечно же, для команды поинты. И Ерман. А, с другой стороны, что происходит у Карпе Диэм сейчас? Ну, они, помнишь, переезжали в кимпы, которые все были заняты, видели там паника, все в разные стороны. И по одному погибать на разных позициях сейчас? Ну, видимо, да, все так будет печально. В этом матче, друзья, 16 команд по-прежнему на карте. 57 игроков. Так, нам показывают Токсиков. Самый Токсик в поле с парнями. Тут даже непонятно. Они пытаются... А тут хорошая позиция у них. Они же желтые. Так, Токсик. Ага, попытался тут как-то накидать много раз на перезарядка. Подвело оружие немного. Так, все-таки на антенну там приезжает еще, по-моему, остальная группа Personal Courage. И будут контролить именно антенну. Да, плюс два подтянулись. И классно теперь на антенне. Ну, скорее всего, нужно будет уходить оттуда совсем скоро. Но посмотрим, что будет у нас по следующей зоне. Тут у Фисташек один игрок, что опаздывает к своим... Очень поздно заезжает, но никто его не закрывает. Ну и ждем следующий круг. В общем-то, передвижений было много. И, наверное, самые большие потери были вот так, Арп и Дием. Ну что, Юки, приехали на пляж. Рядышком находится Art of Kill. В полном также составе. Опять же, антенну в поле занимает у нас Personal Courage. На болоте находится Never Give Up. И уже пытаются отстрелить антенну. Но там, по идее, должны быть сейвы. Ну и рядышком там в гадке по-прежнему еще даже есть токсики. Ой, какой сейчас будет неприятный круг для кого-то, если уйдет наверх. Как некоторым командам придется страдать, если он уходит наверх. А он уходит наверх. И все, там в зумную команде придется уходить. Сене со всеми парнями. Токсиком. Веге уже приходится как-то перемещаться. Там, смотри, Вампир пешком идет. Под горой. Кстати, Мумино там тоже прованговал с парнями. Опять же, вот близнецы были вчера в финальной зоне. Команда выигрывала через близнецы у нас в группе А. И, видимо, либо матч посмотрели, либо так последнее все смотрели, парни. Да, они тоже там посмотрели видео, клип музыкальный. И все, сразу определили, где будет зона. Ох, приходит Хиги, смотри, переворачивается машина. Ух, Хиги нет. Обратно перевернулась, но тут же это все происходит под Зеронгом. А Зеронг один здесь, его тиммейт находится на госпитре. В соседнем доме есть еще плюс один, но, опять же, это два в четыре. Нужно принимать аркаду сейчас. Почему не контролируешь? Почему не контролил он лестницу? Это же ошибка, может быть, теперь. Потому что там можно контролировать только Сикрета, а как-то себя толпой пушат в Сикрет. Конечно же, будет залетать какая-нибудь Хаешечка с другой стороны. Надо вернуться, вернуться на лестницу и никого не пустить сейчас. Попытаться здесь подловить оппонентов. Гранатой, возможно. В окно нужно, в окно нужно прыгать. Но самому ни в коем случае не нокнуться. Хаешка пошла. Так, тут теперь можно под взрывчик ворваться куда-нибудь. Нет, он не будет в окно прыгать. Хелпы нет. Ток, ну, он не спасет. Тут бы Току самому уйти сейчас на госпиталь своим тиммейтом. Зеронг просто в панике мечется по этажу. Зеронг все, ну, продавать его. А нет, Ток пойдет. Пойдет файтится Ток сейчас, да ладно. Хотя бы там в окно по инфутам собрал бы Хаешку на первый этаж, если есть. Мне кажется, это будет вот та же ситуация, как у нас некоторые встреют на своего тиммейта, а потом минус два имеют. Ну, посмотрим. Авторальд обычно неплохо там воюет. Парни стреляют очень хорошо. Юники в этот момент зацепили юнотика. Минус енотик. Никак его там уже не спасет. Юники смещаются с пляжа. Да, им нужно проходить в центр. И встретили на своем пути 13-й скват. XYI. Там, конечно, будет мясо и щуток. Еще и Дастиша забирают юники. Ну, что, Зерон, как тебе отсюда уйти? Как-то нужно к Току. Попытаться как-то пропрыгнуть к Току. Под Смаки, под Хаешки. Если он дойдет до того дома, то, может быть, есть шанс, что его отпустят. Он находится в комнате, с которой можно выпадать сейчас. Ну, он боится, что его на приземлении поймают на первом этаже, поэтому... Или пойдут его пушить сейчас? Ну, не знаю. Мне кажется, они не стоят пушить. Вот есть три Смака, один на лестницу, один под окно. И попытаться все-таки к тиммейту свалить. Ой-ой-ой, там, смотри, продолжаются попытки... Ток! Прострелил! Все, пушить его! Нет. Погибает. Погибает Зерон. Как бы здесь классно он не смог в этой ситуации начальные минусы сделать, Току нужно было сразу уезжать. Ну, тут еще и транспорт был. Ну, просто он мог выпрыгнуть под цараки и просто уйти к своему тиммейту. Это было так просто, но парни решили, что там соперник будет их плотно принимать и просто никак не отпустит. Хотя шансы, по-моему, есть всегда убежать. Возвращаемся к Веге. Вега уже преодолела эту горку. Вернулись парни к контейнерам ближе. Но также мы видим, что фреш-сай с тиммейтами не упустили возможность. Был кайфор свободный. И также переместились под эту позицию. Вернулись чуть левее, ниже. Парни из Never Give Up занимают дом-гараж. Так, первая команда. Ну, AfterAlt вместе. Нормально. Все, пока. Которая вылетела у нас. Первая команда, кто вылетел. Это... Я не знаю, мы с тобой упустили этот момент. Мы с тобой закомментировались, да, немножечко. Так, Хиги прилетает от бланка. Продолжают парни из AfterAlt раздавать. Вот были бы все вместе, сейчас вчетвером в этой классной позиции. В центре, в госпитале. Вы классно бы раздавали. Да, теперь все-таки в большинстве придется удерживать все эти позиции. Просто очень обидная ситуация. Нужно было раньше собраться. Когда был следующий прок, увидели, что госпиталь в центр. Все, класс. Оооо, Фосфорд. Отличная ответка по бланку. Причем тайминговая такая, потому что сейчас будет новый прок зоны. Но, скорее всего, госпиталь уже будет точно в центре круга. Да, так и есть. Ходит круг от воды уже окончательно. Ну и вот она зона. Все классно у севенов. Классно также для фарзов. Это Карпедим, да, видимо, все-таки там последнего нашли. Да, Карпедим. Скорее всего, именно эта команда. Учитывая те потери, которые были. Но игроков мы также здесь не видим никого. Ну что же, друзья, горка возле госпиталя в центре этой зоны. И очень... Ой, там Айзума прилетает. Интересно, как тут будут играть ребята. Вообще Альпатчинки, мне кажется, очень хорошая позиция. У них там кемп из него выходит. Да, да, шикарная позиция. Сразу в лесу находится, там, под горкой. И можно разыгрывать очень круто. А вот те, кто не успевают, сейчас мы на них, наверное, больше внимания будем обращать. Это вот сейчас команда под номером 2. Art of Kill. Это вот те парни, которые левее Димеш. И все-все это Never Give Up. Ну вот пытаются они там жесткого допушить. Юники прошли все-таки через верх, играя через северную часть этой зоны. Под госпиталь пытаются въехать. Полицейский, что ли? Там какая-то супер заруба на госпитале. Силенза нокают. Гифтед с БТРом. Сейчас тоже какая-то перестрелка. Хаешечка пошла. Будет ли обратный рикошет? Вот у Мистера нет. Нет рикошета. Есть рикошет. Гифтед четко отрабатывает. И спасает своего. Да, по идее, здесь никто не помешает поднять тиммейта. Да, выходи, поднимай. Надо рисковать. Надо рисковать. Там на инфу БТР, кстати, вылез тем временем. Да, бум его забирает себе. Гифту не достается. Ой, сколько влетает в такую раму. Там еще и нокнули кого-то из Посейдонов. Но попозже посмотрим, что происходит. Art of Kill также страдает. Минус, feel good. Ну тут, да, точно его никто не подымет. А вот Золтерс там подымают. Хоука вроде бы все хорошо. У Посейдона. На данный момент. Такая ситуация пока сомнительная. Сейвить приехали. Все, через low ground. Ну а теперь оттуда выйти. Вот самая главная проблема оттуда выехать. Потому что тачка будет в скорости выезжать. Трисмакара скинуть, да, какие-нибудь и сесть в тачку. Там проблема, что альпачинки также по ним плотно наваливают. Они их просто единственное, что спасать, это низинка. И все. Скорость набрать вряд ли получится. Следующая зона будет, возможно, финальная. Так, 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 так. У нас вырывается Never Give Up. Влетают к жесткому. Под юников. Под Куражей влетают так же. Кураж есть. Прострел. Тут Димеш забирает себе лут. Что там было внутри. У него это был приметный урон, да? Потому что ничего нового не появилось. Так, но юники по идее не будут простреливать. Здесь горка сейвит. По крайней мере, от Южного Георгополя и там не прилетит. А вот ситуация воль починок. Похожая ситуация, кстати, с командой Art of Kill, которые поджались. Ну, это не ситуация починок, это ситуация токсика. Ну, да, да. Починки-то, если что, смоются из этого кимпаунда и пойдут наверх. А вот... Минус XYI. Нашли. С жесткого хипстера. Так. Ну, вот эта вот ситуация, конечно, такая. Слабенькая, я думаю. А кто ему поставил? Это что? Это были Never Give Up? Вот здесь его под деревом. Либо все-таки... Так, там, смотри, у Веги проблемы. Вега теряет двух игроков. Минус Vampyr, минус Skipp остается один. О, бегу! Все, 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 минус. Шарки пришел к Севенам. А как он там выжил? А, он залетел все-таки на лоу ХП там, посмотрите. А почему ХАЕ не залетает? Меньше 10%. Здесь три сквада пытались Шарки забрать. Фисташки, где ХАЕ? Севены и также Milky Way пытались сзади навалить, но он выжил каким-то чудом. А здесь они приняли Фисташки. Фисташки пока что... Ну вот Крайзилл подойдет, сейчас прицелится, наверное. Ну, Думсмаки пытался закинуть, видимо, ХАЕ нет. Есть. Ну, должно быть ХАЕ, но как-то, парни... Ну, вообще без ХАЕ? Нет ХАЕ, значит, да. Это неприятно. Это был бы сейчас минус еще один сквад, плюс поинты, конечно же, для команды необходимы. Веге сейчас отлететь вообще нельзя. Вега, да, если отлетать сейчас, по-моему, это уже... Там и так меньше 100 очков. Ух, альпачинки, какие-то ванги вместе с командой AfterAlt. Ну и, конечно же, командой Personal Courage. Эти парни угадали на все 100. Наверное, Починком сейчас не стоит рисковать и выходить из своего кимба, и так... Нужно держать все. Нужно держать ситуацию. Нужно держать позицию. Во-первых, Токсиков там с тыла нужно принять. Они там, опять же, напрягаются, свои низинки. Так-так-так, Токсик пушит. Починка заезжает. Это разведчик пока что за спиной еще три игрока. ХАЕшка от Сета таймера. Так, Сета нужно было пусть рикошет, чтобы у вас можно закинуть. Тайминговую накинул. Отлично, она зацепила! Зацепила. Это тебе не ХАЕшка Шрауда, которая не работает. Да, это ХАЕшка Сета. Это ХАЕшка Сета, да. Ты бы смотри, где она взорвалась. Хороший Сет. И вроде бы в углу находился игрок. И тут же вспоминаешь ХАЕшку Шрауда, да? В упор взрывается, нет урона. Ну да, и как игрок там выживает, непонятно. Вот так вот. Ну вот как-то слабенько, попытка. Один влетел, а остальные не воспользовались этой ситуацией, даже не сократили дистанцию с пачинками. Да, то есть он ворвался. И ничего не происходит. На него отвлеклись, там ХАЕшку кидает. Они его прикрывали, конечно. Возможно, здесь были прострелы, но как-то мы видим, как прикрыли. От ХАЕшка не прикроешь. Начнем с этого. Там действительно крутая ХАЕшка от Сета была. Отметьте эту гранату. В принципе, там план был. Трое прикрывают, один поджимается. Он просто должен был выжить. И вроде бы выживал, но граната так. Сет продолжает дальше доминировать. Перезарядочка меняет оружие. Солкос есть. По крайней мере, точно без тачки уже парни. Так, там Крабика закрывают. Смотри, минус Крабика. Центная проблема. Жан под госпиталь пытается сейчас под... О, Юник приезжает к Сайлензу. Могут погибнуть. Дадоузик спину получает. Он пытается прикрыться забором, но по нему работают из госпитля. Минус 2 у Юник. Гифтед. Двое игроков команды. Киткат. Сейчас закрыли фулл сквад. Соло остается, по-моему, все. Так ты понимаешь, вдвоем киткаты закрыли сейчас фуллочку Юник. Там не только киткаты. Там сверху вон сидит команда авторак. Киллы забрали они. Все, минус Юник. Минус Юник на 14 месте. Это шесть для Юников здесь зажатый. Просто в центре со всех сторон наваливают по севенам. Но Момино, Грег и Эдельвейс пока выживают. Тут у нас смаковали нормально. Да, да, да. Смачки есть. Кальян. Все хорошо. Запалили и все нормально. Сейф есть. Да, ну все, живут нормально. Пока поживут. Пока есть возможность. Так, а вот ситуация, смотри. Много поменялась с командой Форс. Тут подтянули соперники. И Эппла вообще никто, видимо, даже не слышал. Здесь не видел. Это будет такой печальный подарок, если Эппл вот вновь закроет какую-то команду. Вот так вот в соло. Не так далеко еще и Ахахи. Он, по-моему, очень легко может там довернуть. Ну да, но он нарвался же с Хоком под будочку. Там сет контроля. А, ну тут видишь, какая ситуация. Да, тут такая... Лежу боюсь. Ну, может не боится. Инфа есть для соперники. В принципе, уже боятся. Шарки умер. Минус Вега. Минус Вега. 13-е место. Ну, наверное, к сожалению, да. По-моему, для Веги уже гонка, да, завершилась. Конечно, есть вариант, что следующая карта там 100 тысяч киллов. Да. Победа. Но практика показывает, что такое не происходит, к сожалению, на турнирах. По-моему, уже не хватит даже 100 тысяч киллов. Центрируется зона. Альпачинки. Ну, все те же в зоне, друзья. В общем, не будут перечислять снова эти четыре команды. Да. А вторая, опять же, играли втроем. Могли в четвером находиться в госпитале. Просто вот это, опять же, подрались. Могли бы еще раз выиграть и уже, наверное, последнюю каточку тогда даже не запускать. Да, с куражами пришлось немножечко повоевать. И вот теперь вот нужно уже втроем вытягивать. Так, у нас проблемы. Да, iBlank увидел, что Dimash еще просочился контейнером. Поджимается у нас 12-й схват. Never give up. И, в принципе, здесь они могут создать проблемы. Тут еще буквально... Блин, здесь подтянулся, я не вижу там Виталия, никого. Не стоит спешить, нужно по одному как-то перебегать по этому хребту, потому что там рядышком неприятной ситуации наваливают. И слева наваливают еще, кстати, а... Ой-ой-ой, горит, горит Dimash! Снимай одежду! Тушись! Не тушитель? Прыгай, да, поляги тушитель. Крутись по земле. Так, погибает Wealth, еще один минус для команды, к сожалению. Там не все так хорошо для команды Toxic, но живут. Фанку, Toxic, там с Экс-магистром вообще ситуация непонятна. Сет вместе с Эксом набрасывают очень много. Ну, ладно, посмотрим, что там с этим магистром. Да все хорошо. Так, Добрум. Ну, не получается встречать. Ой, куда там Фисташки наваливают? Уходит. Разворачивают, потому что Фисташки с другой стороны. Неужели развернулась вот тут... Да там такая война, нужно смотреть, что происходит. Посмотрите, Фисташки доделают ног. Аппель все-таки сбирает Гришку. Проблемы у Фарзов, да, Эппл. Ну, видишь, вот он соло сработал. Он соло сработал, снова мимо-то закрыл спинку. Так, погибает Just White. Офстринг также минус стрел от своего ножка. Гришку не спасти никак. Ну, Фисташки остался в соло. Так, смотри, он идет дальше кушать, но... А кто это? Грег. Это Грег со спины. Так, а вот там Кисика проблемы будут сейчас. Сейчас бы Эппл закрыл бы, но, к сожалению, Севен пока что спасли Фарзов в этой ситуации. Ну, ненадолго там по Фарзам очень много разделов идет. Так, повторять проблемы. Тут уже, посмотри, в хату просто набежали со всех сторон. Да, повторять просто в себе. Да, просто все гости. Все три стороны контролили, когда и так втроем играют. Уже нужно было собираться. Хотя бы одно крыло сейчас удерживать. Ну, посмотрим. Минус Айфилгуд. Минус Ермак. Остался Санду. Остался вместе с ним Трехо. Хорошо, Кураж здесь закрывают соперников, но, правда, все-таки двое пробежали в домик. Но в 4 в 2 это очень выгодная ситуация сейчас для Куражей. И как же классно все контролируют Альбачинки. Он по-прежнему. Никто не подобрал туда-то близко. Никого не пускают к себе. Минус Кисик. Минус Фолт. Лейзик в бою. Как отвечает Лейзик. Закрывает Фреш. И ситуация 1 в 1. Фреш забирает Фолта. Минус Куртизанка. Мюнкевой минус. Так, это фисташки доработали, да, по Лолите. Тем временем нам показывают автор альт. Показывают соседей. Never give up. Все просто бежали отсюда. Бланг. Его забрали. Бланг. Контерпуш какой-то не самый лучший он придумал. Зря, зря. Посмотрите, какая ситуация. Починки будут сидеть в доме до самого конца. Потом им нужно будет немножечко выйти там на шаг вперед. А в этот момент погибнет весь госпиталь. Очень сложная ситуация сейчас будет здесь у Куражей. Им нужно будет выходить от того, что ситуация печально. Что делает Димеш? Он добирает здесь под Абуму. Есть хорошие прострелы. Кем бы так же нокнули, будет ответный. О, граната. Граната. Вроде бы у фисташек там все неплохо. Если они не будут 7 пушить дальше. Опа. Хиги. Фос... Как? 2 в 2. Два в 2. Что это за пуш такой неудачный? Они что, думали, что здесь один игрок? Это был пример антидимеш. Что творит Дмитрий? Минус 2. На авторальп пострадались. Минус киткат. Очень жестко. Да, еще и киткат отлетели. Все это плохо будет. Тайзум хорошо. Все это хорошо будет. На первом месте турнировая таблица. А здесь Санда остается в соло. Ну, может быть, еще и как-то разберет соперников. Хотя там два опасных остается. Там уже все захилились. Там трое остаются. Да, трое, да. О, тут еще прилетает. Кто это? Починки. Скорее всего, починки отрабатывают. Или токсики из своей ямы там наваливают. Опа, поехали. Тайзум. Это развод. Развод. Сейчас Санда убьют просто. Отлично. Как мастерки развели здесь игрока Art of Kill. Но, тем не менее, своего не забирают. Проехали дальше. Попытаются как-то прикрыть. А что, там есть транспорт у Фосфорда или нет? Либо он все-таки на своих двоих будет пытаться порваться. Ну а что, токсик? Да, да, на ногах. На двоих нормально все. Нет, не пустили. Это Альф. Это Альф. Отлично. Отработал Альф. Фосфорд минус. Давайте мы за Жаном посмотрим, конечно, если будет у нас такая возможность. Минус Айзум. Ой-ой-ой, это продолжает. Там Димешу так же прилетело. А где... А, тут почему-то, видишь, Димеш оказался один, пока все подпушили под горку. Тут как-то флангануть решил. Да, Димеш ошибся. Без команды остался. И втроем остаются ребята из Never Give Up. Лучше бы шли все вместе. Ну, ладно. Если бы ты всегда знал. Минус флаг. Да, если бы знал, то выигрывал каждой карточке. Каждой карточке. Починки нам показывают сетов. Все-таки чуть-чуть нужно выйти из домика. Минус Team Poseidon. Очень много минусов. Пять команд остается. 15 игроков. Пять команд. Это Ай-7. С Аугом. 6 киллов у Починок. Очень много урона. Если бы был бы у нас показатель урона, наверное, Починки тут лидировали. 7 в центре. Ну, там, помним, там ситуация не очень выгодная. Там эти камушки. Там такое открытое поле даже можно назвать. Полу-открытое поле такое, да. И очень близко находятся фисташки в полном составе. Могут реально зажать сейчас 7. В очередной раз на Ангеле встречаются Починки вместе с парнями из Never Give Up. Друг друга по зале столько, что как-то прострелить. Сет очень больно залетает. Так, сет. Нужно жить. Смотри, что-то. Все наверх смотрят сейчас с 7 по идее должны. Но особо не все нет. Грег смотрит, разворачивается. Ой-ой-ой. Здесь выйдут фисташки и все. Так они не будут выходить. Пока нет смысла. Под горы пытаются разыграть по максимуму. А уже потом открываться придется, конечно. Ну, если там начнется за место прыгнуть, они услышат, что будет война везде по карте, то, может быть, как-то и начекают. Они-то знают, что прямо под ними сидит команда 7. Вот интересно, что будут делать. А, смотри, тут уже понятно, что делают. Сет, куда Сет идет? Сет крадется. Кофис. Ну, Кофис пока вползает. Интересно, что будут делать сейчас парни Never Give Up, потому что от них многое зависит. На кого они сейчас нападут, тем будет и больнее всего. Сет уже прямо перед 7 и Спорт с рядышком находился. Хочу фисташек на горке. А Сет об этих игроках что, не знает? Даже не цели? Ну, вот он слышит. Слышит горку. А у него нет хае, у него нет хае, к сожалению. Видел ли он 7? Вот сейчас на игрании группы 3-7, он не заметил. Он не знал, что здесь 7. Ой-ой-ой. Он не знал. Стрим. Прилетает неплохо. Старичка, правда, там залетает. Можно сейчас... Тир, тир, тир. О, минус 2 игрока у команды Альбачинки. Работать нужно. И Эксмагистр так же. Ой, как Сеня попытался заработать фраг. И как им прилетает? Тут неудачно. Это кто? Это Альф. Остается один. Остается один Альф. Все тиммейты погибли. Ну, еще не погибли. Ползут, конечно, информацию дают. Сейчас погибнут, да. Но погибнут. Сет ползет там в 7, даст информацию. Магистр ничего. Видно, но Кофест живет. Кофест ползет. Да, Кофест ползает пока спокойно. Минус Эксмагистр. Минус Персноу Кураж. Погибает Кофест. Так, тут Сеня вновь нокаивается за зоной. Кемба с табом остается вдвоем. Причем Фисташки увидели Кофеста. Через весь круг, через зону его прострелили. Три команды. 10 живых. Ну что, Фисташки жестко выступают. Но и вновь отлично работает команда Мумино, Жан. Ну, топ-6, все матчи первое место было. Было шестое место. Они вытерпели в этой игре. Топ-3, да, они просто из близнецов ворвались под эти камни. Казалось, что здесь не выжить. Но парни пережили все замесы. И теперь вот знают, что над ними находятся, конечно же, Фисташки. Они могут и выиграть здесь, потому что неизвестно, как поведут себя Фисташки и Never Give Up. Да и у Фисташек, судя по всему, гранат там немного. А вот зона пошла. Зона пошла. Опа, выход на Севен. На Севен не контролирует. Что такое Севены? Как не было контроля? Там таб раздает, добирает. То есть все это время можно было это сделать, да? Да. Вот так вот взять, выйти и всех убить. А вот и Жан дорежит. Жан, хорошо, неплохо. Но тут, конечно, ситуация меняется для команды Never Give Up. Все в порядке. Просто закрыть Мамино и Фреша и выиграть эту игру. Ох, какой подарок для Never Give Up. Я думал, что застали ранее. И ошибутся как раз первые, откроются. Но нет, им повезло. Все, остался один Жан против все, не Табо и Кембы. Сложнейший матч был для Never Give Up. Очень много в движении, очень много позиций. Они ни разу не были в нормальной позиции. Всегда где-то в поле. Да, они там по хребту, прошли через весь госпиталь, вышли из госпиталя. Как-то смогли к самому госпиталю даже поджаться. Да, да, это была еще отдельная история. В общем-то, все было сложно в этом матче, куча движений. Ну что, Мамино, один в три. Его пытаются зажать три игрока команды Never Give Up. Но тут, конечно, ситуация редкая. Как бы Жан хорошо не играл из этой ситуации, вы все прекрасно понимаете, как нереально выйти победителем. Ну все, вот этот смолк окружили с трех сторон. Тут уже все ясно. Минус отсеним. Минус. Отлично. Поздравляем Never Give Up. 15 киллов. Отличный показатель. И парни точно взбираются уже в топ-6. А вот как дальше будет? Ну и, конечно, закрепились там 7 после этого матча. Как бы вообще не выбились на первую строчку. Сейчас чемпионата. Но давайте дождемся изменений, точнее обновления турнира на таблице на нашем сайте, друзья. Ну и, конечно же, перед началом последней четвертой катки мы... Посмотрим таблицу. Посмотрим, конечно. Освеживаем память, посмотрим таблицу. И, возможно, еще в перерыве вот эти 10 минут еще как-то наши режиссеры смогут ее показать вам. Так, вот 12-й и 13-й скват. Это вот как раз... Вот здесь показывают, что не было двух игроков нам в сервер. Это вот Vega и... И кто у нас тут? Точнее, 12-й и 11-й мест. Милки Вэй, да? Милки Вэй. Милки Вэй, да. Милки Вэй и Vega минус один. Ну, вот такая вот ситуация. Вы видите, бывает всякое. Бывает, игроки вылетают. А, я с Кофисом, кстати, вчера общался. Помнишь, когда он прыгнул? Когда он вот слева, да, возле воды. Я пишу, ну, тебе повезло, ты там вроде бы вылетел. Он пишет, да я не вылетел, я пошел чайник ставить, а матч настратанули раньше. Прихожу, а я уже приземлился. Хорошо чайку попил. Хорошо чайку.